Чтобы попасть домой, Ксения с Дани и Юлия с Ваней должны пройти через прореху в заборе. Здесь почти у всех жильцов дети. В квартире номер 5 для них уже готов обед. Картошка готова! Щегловская усадьба больше похожа на коммунно. Вот так и живут. Кто-то готовит, кто-то убирает. С рук на руки передают полугодовалого Мику. Он самый молодой из обманутых дольщиков. Жилой комплекс Щегловская усадьба — это пять очередей. Большинству покупателей квартир повезло. После банкротства застройщика нашлись компании, которые довели дома до ума. И в них сейчас уже живут люди. Но люди живут и вот здесь. Хотя дом готов всего-то на 70%. Четыре дома пятой очереди не подключены ни к электричеству, ни к воде, ни к газу. Из элементов благоустройства здесь только стеклопакеты. Когда их стали разворовывать, дольщики снова скинулись. Купили генератор, обогреватель, входную дверь. Оклеили бетонные стены розовой подложкой под ламинат. Привезли сюда старые диваны и въехали в недостроенный дом. Неизвестно, как власти ответят, когда начнется строя, когда закончится. Но будем до этого момента пока жить и следить за порядком. Большинство из 250 квартир в пятой очереди куплены на субсидии и средства материнского капитала. Два года назад дольщикам обещали заселение через два месяца. Ради квартиры в области многодетная мама Юлия отказалась от городской очереди на жилье. У них с мужем четверо своих детей, двое приемных. Сейчас они ждут еще одного малыша. Ребенок у меня родится в феврале. И мне его просто-напросто... Ну, я не могу принести еще одного грудного ребенка в то жилье, где мы живем. Анастасия вложила в свою квартиру все деньги, вырученные от продажи жилья в родной Башкирии. В Петербурге девушка проходит курсы лечения. У нее третья степень инвалидности, проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Скоро предстоит серьезная операция. После нужна, опять же, будет реабилитация. И, скорее всего, она будет платная. А откуда я возьму на нее деньги, вообще неизвестно. Так как мы, грубо говоря, чуть ли не бомжи. И снимаем деньги, последние вкладываем. Потому что мы живем на мою пенсию по инвалидности и на небольшую зарплату учителя моего мужа. Рекламный слоган «Щегловская усадьба» – место, где хочется жить. Получится ли жить здесь в действительности – вопрос открытый. В правительстве Ленинградской области призывают не отчаиваться. На завершение работ выделены деньги. Но когда на площадке появятся строители, пока неизвестно. Это банкротный объект. И бывшее руководство компании довело ситуацию до банкротства. Да, действительно, это, возможно, для людей эмоциональная составляющая. Но с людьми занимаются, с ними работают. Нельзя сказать, что объект брошен. Просто необходимо, чтобы до них дошла их очередь. В ожидании очереди люди продолжают оставаться в своей усадьбе. Последние новости обнадеживают. Следственный комитет начал проверку. Сотрудники ведомства приняли от дольщиков заявление. Дело обещают держать на контроле в центральном аппарате в Москве.